Ну и вот пока мы с вами будем общаться, я вам расскажу о событии, недавно мной услышан. Так вот, помните, про окорочка буша нам говорили? Ой, окорочка буша, это очень плохо для нас. Ну так вот, окорочка буша выращивались четыре с половиной месяца, в Америке, естественно. Сегодня сейчас наши окорочка, той же бройлерных птицефабрик, выращиваются три с половиной месяца. После этого печень у вашей курицы, она отваливается, по одной простой причине, слишком много там антибиотиков. И вы думаете, почему нас пенициллин не берет? Ну, потому что мы это дело едим. То есть срок окупаемости птицефабрики по выращиванию окорочков, это всего лишь год. Что дальше? Дальше идет свининка. Бройлерная. Та самая броверная, которой везде и всюду много. И потому что броверная цена в городе Магнитогорске существует, она, естественно, опустила ценники на все. То есть, в принципе, сегодня и сейчас можно за ту же самую цену взять нормальную обыкновенную деревенскую свинину. За которой мы сюда и пришли. Мясной центр номер один, на Карломаксе 16. По одной простой причине. Эту свининку здесь не кормят, так как бройлер. И она живет, естественно, подольше. А по срокам жизни свинины вы о чем будете смотреть? Естественно, по величине сала. Так вот, приходите сюда и берите изумительную домашнюю свининку. Кроме всего прочего, здесь есть то, на что растения пока еще руку не приложили. Это говядина, конина и баранина. Да, мы едим мясо. Человеки мы такие. И все-таки, вернувшись на круги своя, 30 лет назад, да и более того, мы ели мясо и не болели. В смысле, не болели так жестко. Почему мы тогда не болели? А почему болеем сейчас? Ну, наверное, мы питались по-другому. Естественно. Тогда до ГОСТа еще дойти надо было, а не просто его отпечатать. То есть, можно было и в городе, в нашем любимом, вернуться к истокам. Да, можно. И тут два варианта. Понты. То есть, продаем бройлеров, питанных антибиотиками, ездим на крутых тачках или не торопясь продаем замечательную фермерскую продукцию. То бишь, цена вопроса. Бройлер по 130 рублей за кило. Фермер поболее. Это я про свинину. Про курицу вы уже слышали. Чем Магнитогорск хорош? Небольшое население, и оно должно знать качество. Не косяки, а это колбасы и примочки. Но изумительное качество того, что можно сделать своими руками из фермерского, а лучше из деревенского мяса. К слову о цене мясных изделий, в коей аренда включена. Но, ребятки, зачем? Когда можно найти и не за дорого дешевое место и включить лучшую телевизионную рекламу. Так вот, сегодня мы поговорим о качестве продукции. Качество продукции домашней свинины. Какое оно? Ну, первоначально домашняя свинья должна иметь сало. Ну, свинины, естественно. Чтобы вы поняли, какое это мясо и какое это сало, вот, посмотрите внимательно. От двух до трех. И это настоящее сало. То есть, когда вы покупаете здесь свинину, вы покупаете настоящую домашнюю свинину. Ну, к слову о том, что кто-то может купить и промзабой. Такое тоже и здесь возможно. К слову о цене вопроса. Раз весь город дает вам промзабой, то и домашняя свинина в той же ценовой категории. Теперь, почему рядом? Вы знаете, лучше платить за аренду, чем попадать на штрафы. Ну, хватит этого. Понимаете, нас аренда угнетает. Теперь, к слову, об аренде. В мире есть много мест, где не хотят видеть доллары. Не хотят и все. Зачем им кормить перезрелую экономику коцаного государства? Рубли, баты, туркиш-лиры и рупии. Они работают на себя. Мы платим немного. По сути, если жить без понтов, то жить, используя качественное и проверенное мясо, можно жить прямо в Магнитогорске, используя мясо из любимого центра номер один, что на проспекте Карла Маркса 16. Да, нормально, хорошо. Но нормальные цены как раз по сравнению с другими-то лучше здесь. То есть можно на центральных рынках не ходить? Не ходить. Здесь вам, пожалуйста, любой кусочек отрежут вам как-то. Я так понимаю, с ночи, да? Хочется что-то покушать? Конечно, хочется покушать, что-то сварить надо. А почему вы никуда далеко не пошли? То есть это Карла Маркса 16, правильно? Да, Карла Маркса рядышком с домом. Ребята и девочек, я давно уже знаю. Как бы мясо здесь постоянно покупаю. Мясо мне нравится. Качество хорошее. Мы сейчас будем говорить о качестве мяса. То есть здесь оно изумительное? Ну, по крайней мере, оно парное мясо. Мне парное мясо больше нравится, чем замороженное. И говядина в том числе? Говядина в том числе, свинину. Баранина тоже, естественно. Ну, да, выбор есть у них. Здесь и свинина, и баранина, и говядина, и конина бывает. Но сегодня, не знаю, вот конина мне и говядина нужна была, я только за говядиной сегодня пришла. Как, удобно здесь ходить? Удобно ходить близко. А цены? Цены? Ну, дешевле, чем на крытом рынке. Дешевле? Конечно. И выбор хороший. Я вам все объясню, чтобы было понятно. Машины все одинаковые. Все-все-все. Посмотрите, кто на чем ездит. Просто гляньте. Это про косяки. Они вылазят везде, но платите за них вы. Вы не знаете, как отличить свинину? Но я вам сказал. Мясо должно быть с большим количеством сала. Мясо кур не переломать руками. Естественно, говядина. Габстопить ее не научились. Естественно, баранина. Естественно, конина. Нет такого. И не думайте туда ехать. Приезжайте лучше сюда. В центр мясной. Номер один. На Карлом Маркса, 16. И кушайте изумительное мясо разных сортов по демократичной и правильной цене. То есть мы говорим о качестве, да? Идеальное качество продукции. Куда еще не воткнулась нога россиянина. Так вот, идеальное качество продукции – это баранина, естественно. И это говядина. Как вы уже смогли убедиться, здесь есть и нормальная парная, ну, собственно, настоящая домашняя свининка. Мы не будем говорить, что это парная. Потому что, ну, поверьте мне, после того, как вы немножко подрезали кое-кого-то, необходимо мясо заморозить. Вот. Все остальное. Никаких проблем нету приходить сюда. Что мы видим прямо перед нами? Это, естественно, говядина и баранина. Мы не будем говорить, что баранина не имеет места для прожарки на шашлык. Вот смотрите, нормальный скарб. Вот. Аккуратненько режете и получается примерно то же самое. Сейчас я вам объясню, как правильно резать. Потому что, ну, некоторые едят баранинку. То есть, можно баранину не так резать напрямую, а по диагонали. Вот так вы представляете, да? Какой скарб получится? Большой, крупный. Ну, почему нет? Вот. Если мы говорим о говядине. Как ее приготовить? Так, чтобы она была изумительной и вкусной. Ну, пункт номер один. Если вы хотите сделать все это очень быстро, то у вас есть скороварка. Чтобы хорошо была приготовлена говядина, ее надо поставить не на два часа, а на три часа. И тогда это будет изумительное мясо, поверьте уж мне. Все остальное на ваш вкус. Цена. Вот с ценой вопроса. Помните, я вам рассказывал о том, что к нам в город привезли, ну, мясо из Мордовии. Оно, конечно, хорошо, но у меня возникает проблема. Проблема. Как можно за 6 месяцев воспитать полноценного поросенка? Ну, как? Естественно, его можно кормить только, ну, как вам кем сказать? Такая штука называется антибиотики. Пенициллин, знаете? В свое время его разработали. Вот его и кормят. И получается, что говядина, в смысле, не говядина, а свинина, за 6 месяцев становится большой. Итак, качество, качество и качество. Вот оно где. Я нашел его и честно, и это очень хорошо, что рядом с домом. Очень хорошо. Вы, в принципе, посмотрели сюжет. Если не получается его посмотреть, есть YouTube и Vimeo. Я не сторонник давить неправильную кашу. Я хочу вас видеть каждый день и не в больнице. Я просто все это видел своими глазами. Стариков и бабушек. Из лучшего детства, из СССР. Их было много. Мы стараемся все дело вернуть на круги своя. И если в данном случае мы рассказали, как правильно питаться мясом в мясном центре номер 1 на Карломаркса 16, то чуть-чуть позже мы вам расскажем о том, что штука баксов или 57 тысяч рублей пенсии – это легко. И не надо слушать певцов, имеющих миллионные заработки от наших денег. Так что будем есть мясо и слушать меня и в эфире, и в интернете. Во сколько мы сюда пришли? Мы пришли ровно полчаса назад. Пол десятого. Потому что меня попросили прийти и снять все это дело. Как это все дело будет красиво выглядеть для вас. Да, я это делаю. По одной простой причине. За те самые полчаса, которые я здесь нахожусь, большую часть уже и раскупили. То есть люди начинают понимать, где самое дешевое и недорогое мясо. К слову о том, где оно находится. Карломаркса 16 доехать абсолютно легко и просто. Рядышком вокзал, но и все трамвайные и нетрамвайные. И маршрутный такси также располагаются рядышком здесь.